Продолжение следует... 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 Но люди берут из океана все, что можно, и ничего не возвращают Рыбаки говорят, что киты и морские котики съедают всю их рыбу, поэтому этих животных истребляют, не понимая, что для того, чтобы в океане было больше рыбы, в нем должно быть больше китов, морских котиков и других хищников, чтобы поддерживать эти симбиотические взаимоотношения в балансе Люди, вот причина сокращения видового разнообразия Ученые подсчитали, что около 650 тысяч китов, дельфинов и морских котиков уничтожаются рыболовным промыслом каждый год Но люди, тем не менее, продолжают считать, что они оказывают совсем немного или вовсе никакого влияния на морскую экосистему, в то время как на самом деле они играют жизненно важную и незаменимую роль в океаническом цикле жизни И это не единственные животные, которые вымирают из-за нас. Приблизительно 200 тысяч акул убивают каждый день в промышленных целях, что равняется примерно 73 миллионам акул в год В то же время 140 различных видов находятся под угрозой исчезновения или приближаются к этому статусу согласно Обществу охраны океана Акулы являются высшими хищниками океана, которые сформировали эволюцию тысяч морских видов и существуют уже около 400 миллионов лет Их вымирание, без сомнения, разрушит целую экосистему Они выжили во время предыдущих пяти периодов массового вымирания, а сейчас могут исчезнуть из-за людей Это происходит не только из-за азиатского спроса на акуль и плавники, которые продаются по цене 400 долларов за фунт Хуже того, около 50 миллионов акул в год вылавливают случайно, как обычный продукт рыболовства по всему миру В том числе с помощью методов, ориентированных на устойчивое развитие Но если люди действительно хотят остановить отлов акул и сохранить биоразнообразие океанов Необходимо прекратить рыболовство в целом Другой вид, чьи показатели нереста уменьшаются, это тихоокеанский тунец На глобальном рынке его количество уже сократилось на 96% И все же компания Миссубиси, которая в 2009-м занимала до 40% рынка тунца Имеет запасы замороженного тунца, которого хватит на последующие 15 лет Но все еще продолжает отлов этого вида, находящегося под угрозой исчезновения Они могли бы фактически прекратить рыболовный промысел в течение следующих 15 лет Чтобы дать немного времени популяции тунца восстановиться Но они отказываются это делать, так как уменьшение количества тунца привело к росту цен на него Приблизительно 3,7 триллионов единиц рыбы отлавливается из океана каждый год 40% от этого объема является побочным продуктом промысла А еще треть часто используется в качестве корма для животных Которых люди выращивают для получения мяса, молочных продуктов, яиц Фактически большое количество рыбы измельчается в гранулы и идет на прокорм животным Свидням, коровам и курам, превращая их в ведущих хищников относительно океанических существ В то время как сточные воды, производимые в результате животноводства, стали причиной возникновения более чем 500 азотных мертвых зон по всему миру И они покрывают более чем 95 тысяч квадратных миль территорий, полностью лишенных жизни Поэтому любые значимые обсуждения состояния океана всегда должны включать честные дискуссии о крупном животноводстве Что прямо противоположно деятельности большинства групп по сохранению окружающей среды, таких как Всемирный фонд дикой природы и Оушена Они зациклены на романтической теории устойчивого рыболовства, но это обман потребителей относительно современного пустошающего рыбного промысла и какой ценой это дается всему живому В самом деле ведущие ученые и природозащитники говорят, что устойчивое рыболовство практически невозможно, беря во внимание, как невосполнимо много мы уже задолжали океану Из всех видов, которые люди добывают из океана, наиболее разрушительный эффект касается креветок Сейчас креветки составляют 2% по весу от всех морских животных, но во время отлова креветок побочные морские животные и рыба составляют почти треть от мирового количества Чтобы добыть всего килограмм креветок, необходимо попутно выловить до 20 килограммов других морских животных Так как наземное животноводство в последние годы испытывает подъем, многие рыболовные судна нацелены на добычу так называемой отходной рыбы, которая представляет собой молодых особей, важных в отношении сохранения видов Такую рыбу измельчают для создания корма для рыбы До 4 тонн такой отходной рыбы используют для прокорма всего полтона креветок для супермаркетов и ресторанов по всей Америке, Европе и Азии Это сильно ограничивает способность многих видов морских животных к восстановлению популяции Эффект домино от такого опустошения почти бесконечен В некоторых регионах, таких как Юго-Восточная Азия, океаны настолько выработаны, что несмотря на то, что рыбаки трудятся во много раз больше, чем в прежние годы, они вылавливают все меньше и меньше рыбы Это особенно заметно в Таиланде, где рыбаки добывают всего лишь 14% от прежнего объема, 50-летней давности Это ведет к снижению доходов, росту нелегального рыболовства и ужесточению морского законодательства Использованию интенсивных методов рыболовства, которые не дают времени для нереста Также приводит к использованию рабского труда, где молодых людей похищают, избивают и перевозят на корабли, где заставляют бесплатно работать долгие годы, чтобы морская добыча была грошовой Шокирующий факт, что 33% рыбы добывается развивающимися странами, где не существует регулирующего законодательства в отношении рыболовства и рабочих Но также это происходит в регионах, где постоянно обитают или куда мигрируют виды, находящиеся под угрозой исчезновения Массовое коммерческое рыболовство убивает огромное количество рыбы и уничтожает множество морских обитателей Ловля траловой сетью приводит к масштабному уничтожению придонной растительности, как утверждает исследователь Брайан Братс Представьте себе целую флотилию техники, где тащат 30 тонн морских снастей и оставляя после себя след шириной 150 метров на протяжении всего года Это уничтожит придонную растительность за несколько месяцев и опустошит всю прилегающую территорию чуть позже Именно это мы делаем вокруг Великобритании Даже хуже, вся эта техника проходит по одним и тем же ключевым участкам, не оставляя шансов для морского дна Это ужасно Перед тем, как убить рыбу, ее оглушают Используют один из следующих методов Удар в голову, оглушение электричеством, погружение в ледяную воду и удушение углекислым газом Метод удушения углекислым газом заключается в насыщении воды, в которой находится рыба большим количеством СО2 Такое быстрое изменение в их среде обитания раздражает их жабры Рыба страдает и на протяжении нескольких минут, пока она не становится неподвижной от истощения и недостатка кислорода Не факт, что на этой стадии она уже ничего не чувствует Таким образом, она не находится в бессознательном состоянии, когда ей отрезают жабры Существует несколько методов для убоя рыбы, как для выращенной на фермах, так и для пойманной в дикой среде Среди них асфиксия, когда рыбу достают на поверхность и ждут, пока она не задохнется Для некоторых рыб, таких как форель, это длится более 10 минут Вырезание жабр с последующей смертью от кровотечения – это еще один метод Смерть от него наступает примерно через 4 минуты Тунцов чаще всего достают из воды и протыкают им голову шипом Иногда используется обезглавливание В то время как других рыб часто продают живьем, чтобы их мог убить потребитель или повар в ресторане Некоторые попытаются оправдать употребление рыбы, основываясь на том, что они якобы недостаточно интеллектуальны Не обладают памятью и способностью чувствовать боль Исследования же показали, что некоторые виды рыб имеют очень точную память Способность запоминать события на протяжении нескольких дней или даже лет, как в случаях с миграцией лосося Некоторые рыбы мигрируют на расстоянии тысяч миль через океаны, возвращаясь для нереста в те места, где они сами появились Рыбы реагируют на стрессы и угрозы, меняя свой цвет или реагируя движениями, ускоряясь или замирая, или даже ныряя на различные глубины Исследования показывают, что некоторые рыбы, в частности форель, испытывают страх или стараются избежать неизвестных или незнакомых объектов Они выжидают некоторое время, прежде чем приблизиться к этим объектам, иногда вовсе избегая их Из-за того, что рыбы и моллюски живут в среде, загрязнение которой увеличивается, токсины из воды аккумулируются в их телах Исследования показали, что большая часть рыбы по всему миру содержит опасно высокий уровень ртути На Фарерских островах, где местное население постоянно ловит и употребляет в пищу гринду, по которым нет достаточно данных, чтобы узнать, находится ли она под угрозой вымирания или нет Содержание ртути у населения чрезвычайно большое Исследователи также обнаружили, что на каждый грамм мяса китов приходится 2 микрограмма метилуртути, самой токсичной формы ртути Наличие этого металла в организме имеет серьезные последствия, включая высокий риск рака, заболеваний сердца и даже смерть Рыба также содержит небезопасные уровни полихлорированных бифенилов, опасных химикатов, связанных с неврологическими проблемами и врожденными дефектами у новорожденных Растительный тип питания автоматически убирает воздействие этих химических веществ на вас Традиционно рыба считается здоровой едой, и люди, выбирающие ее, в первую очередь пытаются позаботиться о своем сердце Но они даже не знают, что рыба часто содержит даже больше холестерина В то время как 100 грамм стейка содержит около 17 миллиграммов холестерина, 100 грамм креветок – 161 миллиграмм Многочисленные исследования показывают, что повышенное содержание холестерина связано с увеличением риска закупорки сосудов Хотя рыба содержит омега-3 жирные кислоты, большая часть этих жиров нездоровые От 15 до 30% жиров в действительности являются насыщенными жирами, стимулирующими печень производить больше холестерина Такие жирные продукты неблагоприятно влияют на здоровье сердца Хорошая новость состоит в том, что исключив такие продукты с высоким содержанием холестерина, как рыба, и предпочитая более естественные нежирные растительные продукты, люди могут уменьшить уровень холестерина и риск возникновения сердечных заболеваний Как показывает исследование, уменьшение холестерина на 1% снижает данные риски на 2% Сейчас, как и в будущем, отлов рыбы – это не часть устойчивого развития, а рыба не относится к здоровой еде Нет ни одной причины для нас продолжать это по-настоящему разрушительное разведение животных ради пропитания Наука полностью доказала, что нет необходимости есть животных для того, чтобы выжить Фактически все как раз наоборот Исключение животных из рациона не только хорошо для нашего здоровья, но также в огромной степени полезно для всей планеты и для других существ, которые населяют океан и землю вместе с нами Переход на веганство, сокращение убийств и воздействие на окружающую среду – это легко В интернете много открытой информации на эту тему, узнавайте новое и на нашем канале Если вам было интересно, делитесь этим видео и ставьте лайки Также можно поддержать создателей видео Спасибо за просмотр Русский перевод Анастасия Гадун Голос за кадром и видеомонтаж Сергей Горин Мастерская «Азъесм» 2017 год